Добрейшего всем четвергового вечерочка, друзья! На улице всё холоднее, но у нас здесь по-прежнему тепло, потому что мы находимся в замечательном магазине музыкальных инструментов «Фан-Зона». Здесь с нами компания «Музыкальный мир». Ну и, собственно, все мы вместе. Это большой проект «Детали не форматы». И, как прежде, здесь его ведущий, человек, который выучил 7 нот раньше, чем алфавит Илья Зубов. И очень такой шутливый сегодня. И он об этом, видимо, пожалеет, Северинарта. Посмотрим, бро. Ну и, конечно, представим наших сегодняшних гостей. Этот коллектив сегодня у нас в несколько усеченном составе, но, тем не менее, мы рады, что они с нами сегодня. Даркин, браза, друзья, приветствуем вас! Это моя работа. Ничего страшного. Всем привет. Привет, парни! Да, уважаемые зрители, уважаемые пользователи ВКонтакте, я вас приветствую категорически. Что могу сказать? Девушки, готовьте платки, потому что сегодня будет очень много трогательной лирики и музыки. Даркин Бразерс, Илья и Матвей. Усеченный состав, как мой коллега уже отметил. Сразу оговорит, что общаться мы будем только с Илюшей. Матвею я никогда не нравился. И чего откладывать-то, да? Давайте начнем. Поехали. Что, сыграем первую песню, она называется «О ней». Сколько одиноких дней Жил, не ведая я о ней. Много взглядов, много рук Я встречал вокруг. Находил и забывал, Утешался и страдал. Думал, в жизни все узнал, Но случилось вдруг. Но это не сон, знаешь, я Потерял рассудок, я влюблен. Облака немые стали родней, Что плыли над ней. Когда она впереди, Все замирает. Но что творится в моей груди, Душа вслед за нею летает. Никогда не знал оков, Но волна ее духов Заглушила голос, умолявший, Нет. И глаза зальет теплом, Думает любый вдвоем, Я робею, как узнать ее ответ. Но это не сон, Знаешь, я потерял рассудок, Я влюблен. Облака немые стали родней, Что плыли над ней, Что плыли над ней. Когда она впереди, Все замирает. Но что творится в моей груди, Душа вслед за нею летает. Кто-то скажет, Спеши уйти, Вам не по пути, Вам не по пути, Жизнью мчится, Остынет кровь, А если это любовь, Если это любовь, Если это любовь. Но это не сон, Знаешь, я потерял рассудок, Я влюблен. Облака немые стали родней, Что плыли над ней, Когда она впереди, Все замирает. Но что творится в моей груди, Душа вслед за нею летает. О-о-о, это не сон. О-о-о, это не сон. О-о-о-о, это не сон. Вау, отличная песня. Кстати, я смотрел на страницу ВКонтакте, Неплохо ты ее исполнил и посреди белых снегов, Скажем так, довольно тоже романтично получилось. Прежде чем продолжим общение, друзья, Напомним, что у нас есть телефон прямого эфира, 400-630, Можете до нас дозвониться. Также мы, конечно же, принимаем ваши вопросы, Пожелания ВКонтакте, Пишите нам, там же идет прямая трансляция. Ну, а мы сейчас, собственно, нормально пообщаемся с ребятами. Да, теперь я начну. Илья, первый раз я тебя увидел юного, Совсем с длинными волосами, С горящим взором, Ну, который не потух до сих пор, Я надеюсь, так будут продолжаться долгие годы, В коллективе Ревенстад. Да? Вы тогда на одной из ночи кайверов для меня стали открытием, наравне с Ухтинской, по-моему, группой Electric Crown. Но ты тогда играл совсем другую музыку. Ты играл спид трэш метал, Причем делал это очень уже на тот момент хорошо, И в плане владения обоими инструментами, гитарой и голосом. Что же случилось-то? Вектор-то совсем поменялся? Ну, я бы не сказал, что совсем. В принципе, я до сих пор люблю эту музыку, тяжелую. Но, произошло то, что я в шестнадцатом году ушел в армию. Получается, волосы мне пришлось состричь. После этого я пришел и нацелился на более легкую музыку, более коммерческую. То, что мы сейчас и делаем. Более доступную. Хотя я не утверждаю, что там хэви метал, трэш метал там умер, как некоторые говорят и так далее. Это ложь. Просто время идет, нужно что-то менять, что-то пробовать новое. Поэтому, вот сейчас мы такую музыку играем. Пробу, надо сказать, если это можно назвать пробами, неплохо получается. Это очень хорошо, да. Но я, насколько знаю, в детстве тебе нравилась такая известная всем группа Modern Talking. Было такое? Да. Да, было такое. Это просто... Мне кажется, сложно было найти человека, который мог найти раньше. Это была первая группа, с которой я просто нереально фанател. Вот. Кстати, меня познакомил с ней мой папа. Мама. Кстати, папа, мама. Передаю вам привет. Бабушка, дедушка тоже. Да. Спасибо за сына и за внуки. Да. И вообще, всему селу Средняя Бугаева передаю большой плавенный привет. Я вас люблю. В мое время, во время моей юности говорили привет всем, кто меня знает. Так очень. Ну, насчет Modern Talking, скажем так, не самый противный представитель поп-музыки того времени. Дитер Болин. Да. И уже с ним. Вы отсняли клип. Он снимался в замечательном городе под Калининградом. Город называется... Зеленоградск. Да. Постоянно с подмосковным зеленогорскими вы путали. Да, да, да. Когда ждать, например? Мы знаем, что несколько видеоработ у вас уже есть, но они снимались, ну, более-менее локально, да, в рамках Сыктывкара и... Да, в Хировском парке. Ну, ничего, очень романтично, как бы. Я понимаю, что туда не вкладывались какие-то мега-финансовые и прочие... Да, конечно, да. Нет, людские ресурсы мега вкладывались. И когда нам ждать клип из-под Калининграда? Я даже пока не могу сказать. Мы отсняли, наверное, там половину всего, ну, даже больше половины, чего хотели. А нам осталось снять сцену с группой, мы играем. Я уже раскрыл все секреты. Вот. Я думаю, что в лучшем случае это в конце месяца, наверное, этого. Ну, вы потом поделитесь, мы его покрутим, если вы не хотите. Конечно, обязательно. Я знаю, что с Калининградом тебя связывают не только вот эта поездка. Ты там еще и служил. Да. Ну, и как? Там секретная честь, по-моему, у вас была. Да, очень секретная. Расскажи подробнее, пожалуйста. Очень секретная. Расскажи подробнее. Насколько это возможно. Ну, ты же, правда, заходил в часть. Да, сейчас, когда я туда приезжал, у меня появилось свободное время, и прям нам нужно было улетать уже. Оставался час до посадки на самолет. И вот меня прям тянуло туда, я хотел зайти. И просто не зайти даже, хотел просто подойти к части и посмотреть, как там, что там, что-то изменилось или нет. Собственно, пришел туда, встретил там знакомого человека, он уже стал лейтенантом. Вот, был матросом в мое время, когда я служил, это три года назад. Он попросил, там как раз таки приехал командир части, он у него спросил разрешение. И я, собственно, прошел в саму часть, поднялся в казарму, посмотрел, как там живут матросы, чем они занимаются. Понятное дело, ничем. Не, ну чем-то занимаются, конечно, обычными бытовыми делами. Вот, а так, просто я был очень впечатлен, увидел своего командира подразделения, поговорил с ним, поздоровался, меня все помнят. Вот, а помнят почему? Потому что я там… Ты очень активно там выступал в любом случае. Да, выступал там немного, у меня выдалась возможность выступить в конце моей службы. День разведчика, 5 ноября. Вот, и нас за месяц до этого праздника закрыли в клубе и сказали, репетируйте, делайте песни. Кидали в окно еду. Да, делайте песни и все. Нас никуда ни на рабочку, никуда не брали, поэтому мы там свободно делали свое дело, готовились к концерту. Ладно, немножко истории еще. Просматриваю твои видео ВКонтакте. Была такая в начале у тебя, может быть, не первая, но группа Орион. Я осмелюсь предположить, что названа она в честь одноименного трека группы Металлика. Профия, да? Да. И вы с братом ее исполняли, наверное, это был день какой-то, ну какой-либо праздник, не будем, наверное, сейчас объяснять. По всему району. Какую еще раз приснили? Орион. Орион? Да. И он играл ее на полуакустике. Это так занятно происходило. Когда вот вы начали, в принципе, свои эксперименты? Я помню, что, ну у нас была группа Орион, да, это еще в школьные годы. Но саму песню я ничего не помню, чтобы мы исполняли. Я... Как правильно отвечаю? Я отвечаю, да? Переформулировать, да. Может быть, Fight the Black, нет? Нет, 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 нет. Это был Орион. Там... Большой... Нет, Большой ход там слышен, поэтому... Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Нет. Может быть, я просто не помню. Сейчас все поняли. Видео всяких много, и мы просто очень много ковырили Металлику, поэтому, может быть... Металлику, наверное, многие в то время ковырили. Скорее всего. Вы начинали с братом вместе? Да, мы начинали вместе. В принципе, учились играть вместе. Вот, он учился в другой школе в соседнем селе, в 11-м классе. Я там учился в 8-м. Поэтому у них там был кружок гитары. Он приезжал и показывал мне вот эти первые аккорды. Мы играли «Сектор газа», «Пора домой», «Туман». Ну, видите, как выросли. Выросли-то серьезно. Да, у нас даже, как бы, не было возможности купить где-то гитару, когда я был в деревне. Но тебе подарили гитару. Мне подарил папа, да. Даже мы знаем, кто подарил. Человек, который тебе показал первую группу, пристрастил к Modern Talking. Да, поэтому он подвел меня к музыке. Ну, как бы, это было не просто так. Я должен был закончить хорошо четверть, помочь там по домашним делам, по хозяйствам. С охотой, по-моему, там надо было помочь. Да, да, было такое дело. И я это все выполнил, как бы. Крутая история. Продолжаем с музыкой. Что мы услышим далее? Сейчас мы сыграем лирическую песню. Она называется «Когда тебя со мной нет». Как раз таки это песня, на которой мы снимали клип в Кировском парке. Улиц, вечерняя грусть, в сердце моем, ну и пусть я покорился ей сам. Здесь, где не встретиться нам, вспомнить все, что уже не вернуть, вновь прожить, пройти этот путь. И если б сейчас все былое любя, я встретил случайно тебя. Не отводя глаза, я смог бы все тебе сказать. Как бледен этот свет, когда тебя со мною нет, 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 нет. Так мало тревог, а впереди сто дорог. Что принесет мне рассвет, вопрос или ответ. Ну а пока по течению плыву, я словно гость в этом мире живу. И мимо знакомой скамьи проходя, я вновь вспоминаю тебя, не отводя глаза. Как бледен этот свет, когда тебя со мною нет, 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 нет. Приходит вдруг тоска, и к телефону моя тянется рука. Но не вернуть тех встреч, лишь только в памяти мы сможем их сберечь. Не отводя глаза, я смог бы все тебе сказать. Как бледен этот свет, когда тебя со мною нет, когда тебя со мною нет, Отличная композиция, такая как раз тоже осенняя, немножко грустная. Но, друзья, мы продолжим наш музыкальный вечер совсем скоро. Оставайтесь вместе с нами, мы вернемся через несколько минут. Итак, это детали не формат, мы в прямом эфире. У нас сегодня замечательный коллектив Darkin Brothers. Жалко, что они, конечно, сегодня в усеченном составе, но надеюсь, что это будет повод вернуться им сюда еще целиком. А куда сюда? Магазин музыкальных инструментов фан-зона. Спасибо им за теплую, уютную, классную площадку. Ну и, конечно же, напоминаю, что здесь вы можете найти инструмент, который поможет выразить вам себя и свое творчество. Ну а чтобы вы красиво звучали, обращайтесь к этим ребятам, которых называется компания «Музыкальный мир». С ними вы точно зазвучите, друзья, лучше всех. Ну и, конечно, напоминаю, что можете задавать свои вопросы и пожелания ВКонтакте. Они уже есть, мы скоро их зачитаем. Есть телефон прямого эфира 400-630, звоните. И, собственно, давайте продолжать общение. Да, хотел спросить, что за чехарда с названием? Ты ведь не стесняешься своей фамилии, своей прекрасной фамилией. Почему Darkin Brothers, а не Durkin Brothers? Ну, просто мы долго искали названия, долго размышляли, что как назвать. У нас были другие названия. Вот, потом мы все-таки пришли к этому, решили просто поменять буквы и не привязываться к фамилии. Потому что этот проект не только наш с братом. Ну вот, пацаны здесь играют с нами, парни. Ну вот, если сравнивать, допустим, последнюю песню. Если бы я сейчас в аудитории представил Джона Бон Джои, я думаю, что он вас в охапку с собой просто забрал. И с названием, ну, ты не хотел как будто бы привязываться. Вот так же, как он примерно называет свой коллектив Бон Джои. Вот так же он не привязался. Ты раскусил нас. Да, насчет уровня. Про Матвея мы все знаем. Он играет в ряде коллективов. Он давно занимается профессиональной музыкой. Ты как рос? Ты где-то занимался? Или все только в своей практике? Потому что уровень вокала, он изменился в разы. Разменится в лучшую сторону. И учитывая, что ты баритон все-таки, наверное, да? Нет, я тенор. Ты тенор? Конечно. А, ну, тогда все понятно. Я-то хотел сказать, какие верха для баритона, хоть драматического. А ты тенор. Но надо отметить, что ты, наверное, один из немногих. А может быть, и вообще единственный мальчик тенор в нашей рок-тусовке. Поэтому, ну что, завидую тебе белой завистью, потому что любой баритон мечтал стать тенором или хотя бы получить парочку вот этих верхних ноток. Так, возвращаясь к вопросу. Где занимался? Я нигде не занимался. Я самоучка. То есть, я в студенческие времена занимался вокалом в русском народном ансамбле Бризгу. Вот. В принципе, там очень долго занимался. Там меня многому научили. Много чего рассказали, дали понять, как работает диафрагма, как вообще этим всем пользоваться. Вот. Поэтому у меня такая русско-народная манера. Ну, у тебя, по-моему, на линии, по-моему, да? Истоки-то есть? Корни есть? Откуда? Да, конечно. Но, как таковых, прям серьезных, нет. Папа у меня кузнец. Мама работа в сельсовете. Ну, я бы не сказал, что у тебя народное звукоизвлечение. У тебя открытый очень звук получается. Ну, раньше, может быть, было. Единственное, что серьезно. Когда я играл в Равенстаде, да, некоторые мне говорили, что у меня немножко закрытый звук из-за этого. Кстати, Стас Клименюк, своя компания «Клим привет» написал, «Равенстад был лучше». Ну, вот помнит еще, времена человек. Понятно. И давайте тогда уж в контакт. Михаил Филиппов, Илья Дуркин лучший. Любовь Зверева, Хабариха с тобой. И когда проведете выступление на «Малой Родине» ждем. Так, что еще? Светлана Карпуничева, прошу прощения, если не туда ударение поставил. «Когда завоюете республику своим творчеством, что дальше?» Вопрос, наверное, для всех вот музыкантов, кто приходит к нам в эфир. А, когда мы завоевим? Да. Когда вы завоеваете республику, что будете делать дальше? Наполеоновский план. По-моему, мы уже завоевали. Вот, Шавчик. Ну, вот, главное достижение, главное достижение на сегодня для тебя. Для меня? Которое у меня было? Не знаю, я даже пока назвать не могу. Их слишком много, да? Ну, нет. Их не так много, просто они какие-то, ну, такие средние на уровне республики, поэтому… Ну, Сосногорский фестиваль вы особо не рассматриваете, да, теперь? Ну… Потому что для вас это уже как-то скучновато. Да нет, почему? Это круто на самом деле. Мы там выступали с Равенстадом. Крутая атмосфера, правда, народу мало было очень. Не знаю, куда люди ходят. Но вы еще играли на открытой площадке, когда на улице, когда еще мы ездили. Да. Ну, зато сейчас у нас аудитория хорошая, позволяет послушать вас. Давайте поиграем. Давайте. Сейчас сыграем песню с нашего первого альбома. Она называется «По ягоды». Очень интересная, своеобразная песня. Раз, два, три, четыре. Лишь поспели ягоды, мне сказала ты. Приходи, я буду ждать на берегу реки. И бежал без памяти стежками лесов. Никому не сказывал и не брал часок. Быстро мои ноженьки в олихой ходьбе. Из ветвей черемухи выходил к тебе. А помнишь, могли бродить до рассвета. Катилось закат, то яркое лето. Летала душа и не знала, что с ним. В прощальных лучах и мы отгорим. И теснились ягоды в пламенных руках. Слаще горстью розовой было на губах. Отдурев от нежности, падали в траву. И любя я был так рад, рад, что я живу. Но пришла пора дождей, ветер лист обнес. Ты сказала мне, прости, это не всерьез. А помнишь, могли бродить до рассвета. Акатилось закат, то яркое лето. Летала душа и не знала, что с ним. В прощальных лучах и мы отгорим. А помнишь, могли бродить до рассвета. Акатилось закат, то яркое лето. Летала душа и не знала, что с ним. В прощальных лучах и мы отгорим. В прощальных лучах и мы отгорим. От шумели юных лет золотые дни. Но в душе, как старый фильм, крутятся они. Снова вижу этот лес и твои глаза. Лишь опомнюсь, как внутри полыхнет гроза. Летала душа. Отлично. Я представил лес, ягоды и глаза. Ты часто ездишь на природу? Судя по странице ВКонтакте, у тебя больше, по-моему, треков записано на природе, действительно, в видео, чем в городе. Тебе где все-таки комфортно? Записывать песни? Быть. Вообще быть? Находиться, да. Конечно, на природе. У себя дома. На родине. То есть каменные джунгли для тебя дома... А? Каменные джунгли для тебя так дома и не стали, да, до конца? Да, в принципе, как бы бывает, устаешь от этой городской суеты. Хочется съездить домой, от всего отключиться, отдохнуть просто в кругу семьи, сходить на рыбалку, на охоту, послушать птичек. Вот и все. И, конечно, сейчас много видео было записанных на природе, потому что был карантин. Вот. И в то время я был дома, что-то делать надо было. Вот. Мы с братом как раз-таки вместе выйдем там на речку, еще куда-то на поляну какую-нибудь выйдем, споем песни, запишем. Вот как раз-таки в просьбе Северина мы записали с ним песню «Портрет прадеда». Что за история? Песня, которая была записана на стихи брата, по-моему, создана. И она победила на России. Расскажи немножко про портрет деда, правильно? Портрет прадеда. Это был конкурс. Ну, то есть, вообще, все началось с того, что ты мне написал, спросил, есть ли у нас какая-нибудь такая песня. Вот. Я сказал, что как таковых нет, но есть стихи у брата. И прошел час. Да. Но нет музыки. И я засел там в избушке дома у себя, взял гитару на два дня, засел и подбирал музыку. Все-таки подобрал ее. Вот. Мои родные сказали, все хорошо, нам нравится. Отправляйся в Ирину. А затем я уже, я отправил ее на конкурс «Спасибо за победу», который проходил на телеканале «Звезда». Вот. На самом деле, я как бы ни на что не надеялся. Я просто загрузил ее, сделал описание и так далее. Ну и все забросил. Можно сказать, забыл. Пусть что будет, то и будет. А потом раз, захожу через пару дней, смотрю, там очень много голосов. То есть там очень много номинаций и наша номинация была авторская песня. Вот. Я смотрю раз, раз. Все больше и больше, больше и больше. И потом 9 мая подвели итоги и эта песня стала первой в авторской номинации. Ну это было здорово. Песня получилась классно. То есть это федеральная победа, да? Да, эту песню показывали по телеканалу «Победа». Победа. Победа. К слову о достижениях, да? Да, кстати. Ну вот это достижение за последнее время. Еще о достижениях. Матвея говорить не буду заставлять. Когда-нибудь он меня простит. Но насчет достижений, скажем, что послезавтра, да, ты станешь самым счастливым из музыкантов, исполнишь мечту всех тех, кто до сих пор должен ходить на работу, а не просто заниматься музыкой. Ты увольняешься и будешь заниматься исключительно творчеством. Илья, ты чем пока вынужден заниматься кроме музыки? Я. Ты. Я очень много чем занимаюсь. Ну, основное место. Основная работа – это центр дополнительного образования. Там я занимаюсь с детишками по спортивной части. То есть мы проводим тренировки. За одной формой поддерживаешь? Да, но вообще я люблю спорт. Кроме этого, стараюсь, даже когда я не на работу, я стараюсь ходить куда-нибудь в фитнес-клуб, в бассейн, еще куда-то, на бокс. Очень круто. Я без спорта не могу. Ты окончил физвоз, да? Да. Как бы это нормально. Я окончил физвоз и жить без спорта… Это вообще, как бы, говорить что-то против физвоза, это небезопасно со всех точек зрения. Так что все круто. Что там сейчас? Давайте обратимся, да, к нашему контакту. Так, написал… Написал Надюшка Попова, Средний, Бугаева с тобой, приезжая с концертами к нам. Михаил Филиппов, когда ждать Николаса Марохина в группе? Елена Филиппова классная группа написала. И, Надюшка Попова еще раз, а где брат Дима? Ну, давай вот про Марохина… Про Марохина? Про Марохина. Что за Марохин, Николас? Это жесткое. Жесткое. Тогда хорошо не будет. Ну, в смысле, это для эфира или… Да, это для эфира. Давай. Это мой друг, мы с ним вместе учились на факультете. Вот. И, собственно, это такой прикол, когда его ждать в группе. Он к музыке вообще никакого отношения не имеет. Ясно. Ну что, а брат-то Дима где у нас? Ну, брат Дима, наверное, у нас на родине. Брат Дима сейчас сидит, смотрит, скорее всего, эфир. Брат Дима, привет тебе. Да. Он в Уссильме. Вот. Поэтому там он работает, живет, пишет нам хиты, которые мы исполняем. Вот. И мы их дорабатываем здесь и уже играем. Короче, это ваше секретное оружие, которое спрятано. Так что ждем новых песен, Дима. Иди ты. Да, твори дальше. Хорошо. Насколько мне известно, в рамках Darkin Brothers вы еще играете и ковера, да, иногда? Да. Да. Вот с твоей точки зрения, вы их миксуете, вот начнем с этого, в одном концерте, вот скоро я знаю в одном из заведений города у вас он будет, вы играете, вы их как-то разделяете для себя и для аудитории? То есть сегодня у нас вечер авторской музыки, сегодня у нас вечер коверов. Или вы миксуете? А вообще, ну смотря какая публика, смотря где мы выступаем, все от этого зависит. Ну прямо скажем, площадок немного. Да, ну мы всегда стараемся миксовать, то есть если играем где-то в баре или в клубе, где люди хотят танцевать, понятное дело, они хотят танцевать под известные песни. Вот. Поэтому мы стараемся играть в большую часть коверов и где-то вставлять свои песни. вот, свои авторские песни. Ну бывают концерты, когда мы играем только наш материал. Вот. Я надеюсь, таких концертов будет еще больше и наши песни будут востребованы. Об одном из них мы еще скажем, кстати, совсем скоро он состоится. Ну а пока просим. Да. Кстати, сейчас мы сыграем песню «Портрет прадеда». Ммм. Отлично. Специально. Очень круто. для эфира. Старый портрет, нахмурены брови, на бок пилотка уверенный взгляд. «Красная звездочка, капелькой крови, как ты погиб, не расскажешь, солдат». Там бушевали свинцовые бури, в небе висела зловещая мла. Смерть в бронированной лязгая шкуре, в наши окопы упорно ползла. По долине навзничь, тихо садились, кто-то в воронке исчез без следа. Пули взбешенные с визгом носились, чтобы оставить нас там навсегда. В этих окопах на Волховском фронте, слышался шум непечорской волны. Возьмите меня, а печору не троньте. Может быть, дети после войны, словно рассказом взгляд на портрете, мысли такие донес до меня. Жаль, что бесцельно живущие дети не ценят порою мирного дня. Старый портрет, нахмурены брови, на бок пилотка, уверенный взгляд. Красная звездочка капелькой крови. Как ты погиб, не расскажешь, солдат. Классно. Это очень круто. Это патриотизм здорового человека, как мне кажется, если имею право давать такую оценку, конечно. Возвращаясь к нашей сцене. Тусовка, прямо скажем, небольшая из более-менее успешных музыкантов. Не то чтобы коммерчески, конечно, успешных, но играющих на уровне. С кем Darkin Brothers дружит из групп? Из групп? Да. Ну, вообще, мы любвеобильные, можно так сказать. Мы со всеми дружим. Конечно, это кавер-группа Lime, в которой я играл. Там, можно сказать, все мои друзья. И ты ушел, да? Да, я уже ушел полгода назад. Вот. Хотел углубиться в свое творчество, в сольное. Больше заняться авторским материалом. Вот. А так, в принципе, не знаю, со всеми общаюсь. Ну, а самодостаточно особо тебе никто не интересен. Я по выражению не запомнил. Хорошо. Давайте тогда так. В плане достижений твоих очень крутых мы услышали немало. Если вообще все получится очень хорошо, на что я очень надеюсь, с кем из грандов ты хотел бы сыграть на одной сцене? Только надо одного назвать. Одного? Да. Ух, это очень сложный вопрос. Я понимаю. Очень сложный. И вообще сложный. У меня очень много кумиров, так сказать, тех, на ком я рос, на ком учился играть, петь. Ну, вот я тебя заставил. Наверное, это группа Европа с Джоу и Темпестом. Европа. Да. Да. Потому что это вторая группа после Мудр Токен, которая мне снесла в голову конкретно. И не обязательно Final Countdown? Нет. Ну, конечно, это была первая песня, которую я услышал. Которую услышали все вообще. Да, точно. И исполняли не они ее, когда я ее услышал, а исполняла группа Санкт-Петербург на дискотеке 80-х авторадио. Вот я тогда подумал, блин, что это за космос такой? Как это вообще возможно, носиться с гитарами, с такими падлами? Гармоническая партия, конечно, гениальная. У них, равно как, я надеюсь, у следующей песни, которую мы хотим услышать прямо сейчас. Да, следующая песня довольно-таки философская. Она называется «Старый фотоальбом». Старый фотоальбом, Книга моих историй, Я растворяюсь в нем. Словно в бескрайнем море Теплый струится свет. В каждом родном предмете Вижу сквозь дымку лет Дни золотые эти. Я так хочу прийти домой И оказаться снова в детстве, Где счастье греет нас с тобой, Где в мире нет ни бой, ни бедствий. Там ждут меня мои друзья Мечты о подвигах и чести. Но знаю я, вернуть нельзя То время, где мы были вместе. Время берет свое Всех разбросав по карте, Как там сейчас живет Друг мой по школьной парте. Наивны и так просты Мы с ним на поблегшем фото, А в сердце большие мечты И первые стихи для кого-то. Я так хочу прийти домой И оказаться снова в детстве, Где счастье греет нас с тобой, Где в мире нет ни вой, ни бедствий. Там ждут меня мои друзья Мечты о подвигах и чести. Но знаю я, вернуть нельзя То время, где мы были вместе. Безоблачный там небеса, Река нашей грез серебрится. Родные звучат голоса, Увелькают знакомые лица. И звезды там ярче горят, Трава зеленеет дома. Как жаль, что все это хранят Лишь страницы фотоальбома. Я так хочу прийти домой И оказаться снова в детстве, Где счастье греет нас с тобой, Где в мире нет ни вой, ни бедствий. Там ждут меня мои друзья И самые родные люди. Но годы медленно скользят Мы прежними с тобой Уже не будем, Уже не будем, Уже не будем. Песня прийти домой Оооо, 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 Ооооо, Оооо, оооо. Сразу захотелось заглянуть в фотоальбом. Загляни туда. Давай заглянем сюда. Куча написала тебе приветов тут, горячих, от Виолетты Шелест. Также она спрашивает, как будет называться альбом. Сейчас узнаем. Так, Руся Бакоход пишет, бахни нашу песню. От Екатерины Карамасовой и Илюша Топ. Куча огня и сердец Евгений Пьянов, Огонь и Илюха И песня ТОП Анна Садовниченко Ждем ваш новый альбом Ну вот несколько сообщений про альбом Готовятся или просто люди спрашивают и ждут Видимо Ну люди не так просто спрашивают и ждут Они уже в курсе кто-то Я даже знаю кто в курсе Да, мы готовим альбом Но все-таки пока мы выпустим Одну песню К синглам И на которую снимаем клип Поэтому это будет пока одна песня А альбом будет в процессе А как будет называться Я даже еще не знаю, мы не думали об этом Это будет наверное уже потом По результату Главное не останавливаться Все-таки хочется увидеть полноценный альбомчик Конечно Но с другой стороны прагматичным поступать Именно так, потому что синглы и пешки Они выстреливают Люди перестают слушать 8-10 трек Люди перестают слушать композиции По 8 минут Писали бы их Pink Floyd или Dream Да, да, да Друзей им нужны клиповые мышления Да, будем искать пока синглами А потом все это соберем в альбом Отлично, отличный вариант Да, по музыке дальше Что из последнего тебя вдохновило? Я понимаю, что как профессиональный музыкант Ты можешь сейчас просто сказать Музыку с детства ненавижу Потому что когда слишком многое становится Я иногда перестаю дома вообще музыку слушать Потому что ты с репетиции если переходишь Ты тишины хочешь Да И я вот в детстве не понимал старших музыкантов Которые приходили домой там Из ресторанов с работы И в полной тишине находились У меня два И думаю, как так? Надо же музыку слушать Да, и слышишь такой звон, знаешь, после концерта Вот поэтому, наверное, может на природу и тянет Там как раз тем более Уст-Цилимский край Там, ух Но вот если ты услышал что-то из последнего Кто тебя вдохновил? Вот я, если кому-то интересно Открыл у себя группу Moon Tooth Если прок, метал кто-то любит Вот современный Это отличная рекомендация моя Послушайте Moon Tooth Она называется Кто из последних тебя впечатлил? Ну из последних Это уже точно не относится к тяжелой музыке Это больше поп, поп-рок Конечно, это Эд Ширан Он меня просто поразил С им талантом Да много вот Западных исполнителей меня вдохновляет Особенно вокалом По написанию песен По структуре По звучанию Очень они это качественно делают Красиво Прямо для людей Поэтому Эд Ширан Найл Горан С One Direction Когда он сейчас открыл свой сольный проект Уже давно Ну и много Тенор Тенора погоняет Типа того, да Но ты, я так понимаю Все-таки больше тяготеешь Можешь, как в западной музыке Да Чем привлекает вот она тебя? Вот я уже объяснил Что это мелодии Написание песен Как они звучат Как бы я к этому сам стремлюсь Чтобы наши песни так звучали Ну пока, конечно, не получается Не-не-не Давай не скромничай Ну а если все-таки Помучить себя И нас всех до конца Кто из российских исполнителей Старается, по крайней мере Держать марку В направлении схожем с твоим Ну Из российских поп-исполнителей Точно никого Вот Ну не знаю Вот Ваня Дорн По-моему Сущных вещах Которые меня волнуют Есть русский рок Алиса Кипела Ария Ну то есть Вот все-таки Я так понимаю Что тебе нужен и смысл В песнях Чтобы был Ну конечно Потому что Ну вот твои песни слушаешь Все равно там что-то улавливаешь Не просто так набор слов У нас не просто набор слов Всегда есть тема Смысл Ну есть у нас сообщение Кстати еще тебе Иван Макаров Аплодисменты Стоя Браво Маэстро Даша Сиомина Эта песня такая красивая Прямо ностальгия Сразу Видимо про фотоальбом Вот пишет там Александр Игнатьев Смотрим Из Ненинского автономного округа Горит Нарьянмар Привет Нарьянмар Привет Привет бродягам севера Писал он Бродяги севера тоже Такой как у вас Небольшой проект С братом Да Это наш канал на ютубе Где мой брат Снимает Рыбалку Немного охоты Вообще природу Он выкладывает там свои стихи Ну вообще Патриот Своей малой родины Не вообще Не только малая Вообще Большой родины Поэтому Он пытается разбавить это как-то Пытается донести людям Что Нужно умеренно Брать от природы Потому что Это когда-то закончится Вот Ну Вот что касается Кстати природы Смотри Ну мы живем на севере Да Все-таки суровый край Такой Тайга Все-то понятно Опасно Ну а если Перенести бы тебя Вот взять например Куда-нибудь На юг например Тебя бы Этот южные Какие-то моменты Вдохновляли бы Тебя вообще Переехать никогда Не хотелось Ну я не знаю Переехать Пока не хотелось Вот Но Может быть В далеком будущем Если Все сложится Да я на юге Да я на юге Не был даже В смысле Ты на море Кроме балтийского Кроме балтийского Нет Не было Нельзя Если сказать Он же там Балтийский Теплый Я патриот Северной земли Да не Шучу Посмотрим Конечно Хотелось бы На юг съездить Вот Как-нибудь Да и с концертами Не просто так отдохнуть А чтобы Сыграть там Порадовать кого-то Не Порадовать я думаю Мы надеемся Да что скоро Эта дурацкая ситуация Пит Изменится в лучшую сторону И мы все сможем Ездить куда захотим Мало времени у нас Очень остается Как успешный музыкант Нас смотрят Молодые музыканты Начинающие Я надеюсь И с телевидением Никто образовательную функцию Не снимал Твои советы Мои советы Начинающие музыканты Да Как Как нужно делать Хорошо Как нужно делать правильно Как нужно делать хорошо Во-первых Нужно трудиться Заниматься усердно С инструментом С голосом Нужно просто Отдаться этому Если ты Делаешь это Не от души Как-то так Чисто временно Ну мне нравится Я хочу попеть Там спеть что-то Ну вряд ли там Что-то у тебя получится Ты должен просто Этим жить Потому что У меня был такой период В детстве Когда я просто Проводил Часы около магнитофона Я ложился К магнитофону Ставил на пол Включал Модер токен И знал их Каждую песню Знал их слова Хотя я Коверкал конечно Но я пел Уже знал То есть у меня В этом плане С английским языком Нет проблем Хотя я его Как такового Не знаю Вот Сейчас все такие Блин Что он поет Каждый раз Ничего Научим Красавцы Время закончилось Спасибо большое Что пришли Матвей Тебе больших успехов В твоей новой Получается жизни Илеша Всегда рад тебя видеть Уважаемые зрители Пускай Север Теперь свою работу Делает Да и от меня Тоже спасибо большое Действительно Все было сегодня От души Ребят Даркин Бразерс Для вас Была в деталене Формат Огромное спасибо Мы конечно Говорим еще раз Уютному Теплому Магазину музыкальных Константинов Фанзона Спасибо им большое За теплый прием И нашим Профессионалам Нашим друзьям Компании Музыкальный мир Играйте Музыку Слушайте хорошую музыку До встречи Снова в эфире Ну и в заключении Музыкальную Точку поставят Наши гости Ну что Последняя песня Которая называется Здравствуй Как твои дела Это песня На которой мы снимали Клик С Ниннеградской Да Ветер кружится с листвой Льют дожди На город мой Значит мне забыть пора Наши теплые Вчера Ты не пишешь Не звонишь Как живешь О чем грустишь Знаю я Как ни крути Наши встретятся Пути Здравствуй Как твои дела Мне не безразлично Ты сегодня Ты сегодня Так мила В общем Как обычно Ну а я искал покой И я хотел забыться Только сны Где мы с тобой Продолжают сниться Делая глоток вина Твоё фото Пью до дна А может ты уже с другим И я стал тебе чужим Или холод Холод сентября Остудил На век тебя И дождливый Город мой Нас ведёт ещё С тобой Здравствуй Как твои дела Мне не безразлично Ты сегодня Ты сегодня Так мила В общем Как обычно Ну а я Искал покой И я хотел Забыться Только сны Где мы с тобой Продолжают сниться Здравствуй Как твои дела Здравствуй Как твои дела Здравствуй Как твои дела Мне не безразлично Ты сегодня Так мила В общем Как обычно Ну а я Искал покой И я хотел Забыться Только сны Где мы с тобой Продолжают сниться Продолжают сниться Субтитры создавал DimaTorzok